здравствуйте друзья вашему вниманию присланный ролик нашего слушателя подписчика нашего канала очень интересно как она тут с тиньковым человек не обладает какими-то сверх юридическими опознаниями достаточно обычный человек но умеющий постоять за себя знающие себе цену и самое главное уже давно распознавший сущность этих вот попрошайок телефонных и беспомощность и никчемность давайте вместе послушаем а потом я чуть-чуть прокомментирую и так поехали тиньков против простого человека здравствуйте меня зовут шатохина ирина владимировна банк тиньков карина фергеевна я по поводу задолженности вашей звоню перед банком на данный момент выставлено требование вам о погашении вашего минимального потяжа это 6200 рублей ровно крайним сроком данную сумму нужно закрыть до 6 числа до четверга включительно выйти из просрочки деньги поступят от вас нет у меня нет денег в данный момент в связи с чем они отсутствуют у вас я не работала и сколько времени вы не работаете 4 месяца 4 месяца в связи с чем работу потеряли а ребенок часто болеет не устраивает работодатели что у меня ребенок болеет часто я ухожу на больничные вот так и вас уволили по статье за это нет не по статье по собственному желанию так а для чего писали по собственному желанию ну так получилось что я вам сейчас буду рассказывать что вы не знаете как у нас это происходит как галина сергеевна если человек мне без основания не уволить не могут по статье тем более это чревато проверками для организации ну представляете вот сотрудник банка работает работает и допустим из 4 недели рабочих отсутствует 3 недели будет такого работника в банке держать как вы думаете наверное уволить его в любом случае не могут галина сергеевна вы в банке работали нет я не в банке работаю сейчас ребенок выздоровел ваш на данный момент пока да я занимаюсь поиском на работе на бирже труда состоите нет не состою собираю документы то есть за 4 месяца документы 4 месяца собираешь правильно ну по моему за 4 месяца ребенок не один раз у меня болел если надо я предоставлю карточку ребенка в банке если так это не опасно галина сергеевна кто финансово обеспечивает вас сейчас муж на данный момент муж обеспечивает а обращались к нему за помощью чтобы он помог вам за оплаты нет в данный момент я не буду к нему обращаться я девушка написала заявление сегодня отправила по свободной форме о том что я от банка требую свой свою копию договора кредитного так что направили галина сергеевна вам информацию все направили получать копии договора как вы говорите права не освобождает вас от исполнения обязательств по договору я говорю вот денег ну что я сделаю подавайте меня ну подавайте меня а суд не уменьшит вашего долга галина сергеевна ну слава богу вам же это и лучше будет галина сергеевна если бы нам банк самостоятельно для себя решит как для него будет лучше это понятно галина сергеевна хорошо платите по своим дорогам у меня нет денег это понятно ищите ищите галина сергеевна подавай внимание деньги суд долг не уменьшит ваши счет это мое решение если вы не можете нам нет галина сергеевна вы должны банку тинькоуп понимаете у него мужа брали у него друзей я никому ничего в этой жизни не должна девушка вы деньги должны галина сергеевна нет А договор нужно поставьте, по которому я должна деньги, а не оферту, которую у вас есть. Копию вашей анкеты заявки вам направят. Анкета заявления не является кредитным договором. Девушка, представьте закон о банках и банковской деятельности. Галина Сергеевна, договор с банком у вас состоит из трех частей. Это подписанная вами анкета заявка, тарифный план и условия комплексного банковского обслуживания. Тарифный план и условия комплексного банковского обслуживания. И в тех законах это написано, что по трем документам, которые являются приложением, на основании 434 статьи Гражданского кодекса. А вы ее до конца читали? Друзья, здесь и не надо до конца-то ничего читать. Смотрите, как эта статья-то выглядит, по большому счету, прям в первой части. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. То есть, в двух словах, если да, то вы можете, заказывая ремонт обуви, либо ремонт даже автомобиля, что намного серьезней, либо любую другую услугу, конечно, договориться с исполнителем. Потому что в данном конкретном случае нет закона сопровождающего деятельность этого исполнителя. В нашем с вами случае Центробанк берет на себя контролирующие функции и обеспечивает это дело своей лицензией. И совершенно отчетливо мы должны понимать, что любой предприниматель, имеющий лицензию Центробанка и действующий на основании лицензии Центробанка, должен подчиняться закону о банках и банковской деятельности. Я сейчас не буду рыться в законе о банках и банковской деятельности. Я скажу лишь одно, что все отношения в формате «дал-взял» должны подкрепляться кредитным договором, то есть долговой распиской. И это как раз таки и есть закон. Ну а мы давайте с вами послушаем, что она дальше будет говорить нашему автору. Я вам еще раз объясняю, что это не кредитный договор. Вот когда у меня будет черным по белому написано «кредитный договор», вот тогда забудьте. Ага, Далина Сергеевна, нет, вы будете с нами разговаривать, пока не оплатите свой долг. Я могу выбрать любую форму общения с банком. Далина Сергеевна, я выбираю почту. А кто же у вас нет денег, кто же вам помогал платить 19-го числа? Кто же за вас платил, если у вас нет денег? А это уже не ваша проблема. Это не ваша проблема. Вы должны банкнуть денег. Значит так, у вас крайний срок на оплату. Я спорить с вами не буду. Это шестое число минимального платежа. Если деньги от вас не поступают, Галина Сергеевна, мы вправе будем общаться со всем вашим окружением. Ну конечно, еще ты спорить будешь. Мы уже не в первый раз слышали, как только ваш оппонент, уважаемые коллекторы-взыскатели, начинают вас прибивать к позорному столбу, демонстрируя знания, действительно настоящие, хотя бы даже, может быть, и поверхностные, намного глубокие, намного глубокие, чем ваше знание, знание закона. Вот она что-то там ей сказали про эту статью. А ты возьми, прежде чем апеллировать этой статьей к оппоненту, ну прочитай в конце концов ее и вдумайся. Нет, они надеются на то, что их люди, это поголовно-овцы, и они боятся всего, и им только просто. Вот статья гражданского кодекса их выбивает из колеи, а тут в данном конкретном случае человек в курсе дела. Конечно, я с вами спорить не буду, и начинают уже, ну как говорится, отступая огрызаться, типа вот я вам ставлю там на вид и все такое. Ну смешно и не больше. Давайте послушаем концовочку, что будет дальше. С Максимом Анатольевичем мы вправе будем общаться. И что с вашим, с Максимом Анатольевичем мы вправе будем общаться. Чтобы они уже помогали вам, если у вас такой сложный связь. С Максимом Анатольевичем, что с кем? В праве вы будете общаться, получив разрешение на это от самого должника и заручившись согласием тех, с кем вы будете намерены общаться. Да, в таком случае вы будете иметь возможность и право общаться. В противном случае вы нарушаете 230-й федеральный закон. Кому интересно, друзья, слушатели, посмотрите 230-й федеральный закон. Я вообще считаю волшебной палочкой, который написан как раз таки не для коллекторов и банкиров, а для нас с вами. Изучите его и апеллируйте его статьями, вот этим их всем высказываниям и аргументам в кавычках. Галина Сергеевна, мы в праве общаться абсолютно со всем вашим окружением. Да, ради бога, они помогут вам, понимаете? Да, ради бога. Да никто в этом не поможет. Хорошо, пишите деньги, Галина Сергеевна, 6-го месяца, до 6-го числа. До свидания. Всего доброго. Спасибо автору. Единственное, хотелось бы немножко покритиковать за начало ролика. Вот этот отчет, это видимо на фоне остатков робости какой-то там отчиталось перед ней, перед этой дурочкой, попрошайкой, какая ситуация в семье, ребенок болеет и все. Это не нужно. Не нужно, не рекомендую брать, скажем так, давать им возможность вообще даже подозревать, что вы идете у них на поводу сразу, с места в карьер, как говорится, начинаете выяснять вы, в первую очередь, кто они. Кстати говоря, классный пример, на мой взгляд, это вот предыдущий, вот перед этим ролик стоит, где я демонстрирую, с чего нужно начинать разговор, чтобы поставить коллектора сразу в рамки и начинать диктовать ему формат общения. Ну ладно, кто хочет не в формальном плане, а документально решить все свои проблемы с банками, с кредитами, с микрофинансовыми организациями, я вас отправлю на наш сайт. На сайте есть видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика. Также ссылка есть на наш сайт, точнее не ссылка, а кликабельная подсказка в правом верхнем углу трансляции. Выходит, посмотрите внимательно, в правый верхний угол видеотрансляции. Вот она, это подсказка кликабельная, проходите по ней, находите видео на сайте, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. И уже окончательно принимайте то самое важное и правильное решение. Подчеркну, те, кто хочет встать под юридическую защиту, прежде чем оставлять заявку в форме на сайте, обязательно, обязательно повторю, не поленюсь, посмотрите видео на сайте. Очень много вопросов снимется у вас сразу, после чего вы оставляете заявку и ждете звонок наших специалистов. Позвонят наши ребята с телефона, который указан в правом верхнем углу, но уже сайта нашего. Забейте эти цифры себе в записную книжку в телефоне вашем и не пропустите звонка. Звонят наши ребята где-то в рабочее время по московскому формату временному, по московскому часовому поясу. Также я вам предлагаю познакомиться лично с Кузнецовым Дмитрием Евгеньевичем, то есть со мной, посмотрев обращение к слушателям, подписчикам канала, к клиентам. Там уже целый плейлист собран. Кстати говоря, тоже найдете очень-очень много ответов на свои вопросы. И хочу подчеркнуть сейчас, очень большое идет, скажем так, большое противодействие против меня, против моей деятельности со стороны недобросовестных коллег-юристов. Я специально удаляю все комментарии, которые предлагают дать аргументированный ответ на то-либо иное заявление против меня. Делаю я это по нескольким причинам. Ну, во-первых, я не хочу афишировать, брендировать имя этих пустословов, которые говорят про меня непроверенные вещи. Это раз. Во-вторых, я знаю, что ни одного весомого аргумента они в своих пасквилях не выкладывают. Это два. В-третьих, еще раз вас направляю на наш плейлист, где четко, конкретно 2 или 3 ролика выложил опровержение наездов, как говорится, на меня. Там ни одного действенного аргумента нет. Вот нет, просто констатация голых фактов, не подкрепленных ничем. Я знаю одно. Таким образом, люди, которые не знают, каким образом привлечь к себе клиентов, пиарятся за счет чужих успехов. То есть, они в буквальном смысле заглавливают свои ролики, включая мою фамилию, название моей организации. И YouTube чисто автоматически тащит за моими роликами ролик от их придурков. Я специально не буду даже их имена называть, и не дождетесь, и даже в опровержениях, в названиях своих роликов не буду их афишировать, вот этих вот неудачников. На мой взгляд, это просто неудачники. Вместо того, чтобы заниматься нормальным делом, помогать людям, они пытаются такими вот позорными методами увеличить свой рейтинг. Так, ну, дело дрянь, я так считаю. Еще раз повторю, посмотрим, что будет через год. Эти, ну, скажем, говоря, гороспециалисты каналы свои держат уже достаточно дольше, чем мой канал. Да, вот моему каналу год, а подписчиков у меня в разы больше, чем у них. И, чтобы они там не говорили, моя работа всегда успешна, и на то отзывы на нашем сайте. Вот, это что касается этой ситуации. Ну, просто решил вот обозначить немножечко. Еще раз говорю, никогда не буду я одобрять комментарии, где вы скидываете ссылки на них. Я это все вижу, давным-давно вижу, и есть люди, которые мониторят деятельность этих полудурков. Ну, что поделаешь, есть они и есть. Было бы странно, если бы их не было. Это говорит лишь только о том, что мы успешные ребята, моя фирма обречена на процветание и рост. Ну, ладно. Значит, еще раз, посмотрите, есть в плейлисте обращения Кузнецова-Дмитрия к подписчикам, и в том числе опровержения на Пасквиле. Ну, и также напомню еще раз для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Друзья, пожалуйста, к вашим услугам наш сайт и видео на сайте «Как устроена работа кредитных юристов компании LEM». Обязательно посмотрите это видео. Только после этого оставляйте заявку, мы вам перезвоним. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, дизлайк, если не понравилось. Я знаю, кто их ставит. Ну, и, конечно же, счастья вам и здоровья. Всего хорошего. До свидания.